По некоторым свидетельствам был такой микродиалог между Гельфандом и Александровым. Гельфанд спросил Александрова, есть ли душа у нервных клеток. Как меня уверяют электрофизиологи, он сказал, только электрические потенциалы там есть. На что Александров ему ответил. А вот вопрос в том, есть ли душа у электрофизиологов. Вот то, что я сейчас буду перечислять, это, разумеется, не то, что я в состоянии буду рассказать внутри одного доклада. Это, естественно, невозможно. Но вот вопросы, которые в связи с этой темой, мне интересны. Вот что я хотела бы знать сама. Вот мы знаем, что это сеть нейронная. Я буду говорить, естественно, о сетях, которые вот тут. Сеть нейронная гигантская. А вот зачем она, собственно говоря, такая большая? Она нужна, такая большая? Она однородная, эта сеть? Или она дискретная? Я пишу, пардон, потому что идиотский вопрос по отношению к сети, которая как бы по определению дискретная. Тем не менее. Она одинаково в разных местах сплетена? Или по-разному? У меня есть еще один вопрос, кстати говоря, который я сюда не выношу. И который мне, вот доктор биологических наук тоже, мне стыдно задавать этот вопрос. Вот нейроны, я понимаю, что они разные в разных местах, это мы все знаем. А вот те, которые как бы в кавычках одинаковые, они одинаковые у разных биологических видов? Вот, может, Оля Сварник мне ответит, я не знаю. Вот просто действительно, мне даже стыдно этот вопрос произносить, но я вдруг поняла, что я этого не знаю. Вот узелки, из которых эта сеть сплетена, они простые, узелки в смысле нейроны, например. Они простые, или они, вот Танохина нету, или они сложные и когнитивные. А информация содержится в них, вот в этих нейронах, она содержится в пучках нейронов, она содержится в переключающих узлах, она, наконец, содержится в самой сети, или, боже упаси, она содержится внутри клетки, о чем сейчас стали всерьез говорить. А сеть может работать автономно? Ну, вот те, кто про это читали, что-нибудь наверняка знают знаменитую статью Чалмерса, то есть у него она не одна, но одна из них, это почему эти все процессы высшие не идут в темноте. Ну, имеется в виду, что без внешней среды вот такое происходить не может, и почему, собственно говоря. А вот эта сеть, она, сохрани создатель, она свои интенции, может, имеет? Вообще, она слишком много всего сама делает. И что, у нее есть планы? Осознание, о котором столько говорят в последнее время, это не эпифеномен вообще? Оно вообще есть? Откуда взялась, например, такая вещь, как субъективная реальность? Или то, что вот в англоязычной литературе обозначают как first person experience? То есть вот это вот ощущение, там мне холодно, вот это холодно, это что такое? Или красный, это что, кроме того, что это слово? Ведь это же не сводится к длине волны, это там бог знает к чему сводится. У нас нет возможности про это говорить. И вот эта вот субъективная реальность сознания, она вообще откуда взялась? Может, она, не собираюсь на эту тему делать отдельный доклад, но, опять же, в суе не хочется Пенроуза вспоминать, но, может, она все-таки в эти квантовые щели как просочилась? И если просочилась, то где, собственно говоря, поселилась? Потому что ведь физиологи или нейропсихологи, или там, как хочешь называть, когнитивные ученые, они ведь пытаются найти это сознание в физиологическом субстрате, в мозгу. Вы должны сказать, на секунду отвлекшись, что после вот этой передачи, которая несколько дней шла по телевизору, где вот все мы, ну не всем, но несколько человек из нас принимали участие, я завалена письмами, естественно. Вот, и все эти письма сводятся, я бы сказала, к двум основным вопросам, точнее говоря, не вопросам, а декларациям. Вы говорите, что вы не знаете, что это такое сознание. Сейчас я вам объясню, вот я прикладываю свои работы. Эти тонны этого ужаса идут. Или вы говорите, да, что вы не знаете, как устроена Вселенная. Я никогда такого не говорила, потому что что тут говорить. Вот, так сейчас я объясню, это давно всем известно. Это массовое, это дело идет, но мы-то профессиональные люди, поэтому мы не в этом смысле спрашиваем, а в настоящем. А именно, у нас вообще есть шансы вот это все выловить с помощью экспериментальных методов, экспериментальных наук, биологических наук. И как со свободой воли все же? Если мы запрограммированы в таких огромных дозах, то у нас что? Вообще должна сказать, что эта популяризация деятельность приносит и отрицательные плоды. Что я вчера вечером, чтобы посмотреть прогноз погоды на Москву, включила культуру, и там сидел некий человек Поляков, который вел программу. И у него сидел тоже какой-то неведомый мне человек, который говорил, так ведь мозг – это одно дело, а мы-то это другое дело. И так еще рукой показывал как-то вбок, где вроде бы его мозг отдельно. И мы, говорит, никакой ответственности ни за что не несем. То есть знание народу. В общем, пошло. Вот если мы, к чему мы сейчас идем, начнем гены подправлять, в том числе и когнитивные гены, то мы куда ввалимся? Я сказала, что это не значит, что я про это, про все расскажу. Это я просто очерчиваю поле. Вот у меня в названии вынесены слова «ментальный лексикон». Это можно понимать в узком смысле, как я и собиралась первоначально делать доклад. В узком смысле «ментальный лексикон» – это на тему, как в мозгу устроен язык. Что вообще в мозгу-то там лежит? Что там отдельно слова? Или там отдельно суффиксы, префиксы? Или что там вообще? Грамматика отдельно она или не отдельно она? Но это лингвистическая, или точнее говоря нейролингвистическая проблема, которой занимается огромная армия вот такого нейролингвистического народа в мире, в очень крупных лабораториях. Это серьезная история. Но можно его понимать и в широком смысле, а именно не по отношению к языку, а как бы вот это внутреннее устройство того, что в мозгу, вот этот мозговой язык, скажем, вот тот, который обеспечивает когнитивные функции, может быть воспринят как некоторый вот такой ментальный лексикон. И в основном разговоры все идут вокруг, как это ни парадоксально до сих пор. Это сети или все-таки там есть модули? Ну, сеть гигантская. Как, я думаю, всем известно, это 10-12 степени. И это число все время растет, между прочим, нейронов в человеческом мозгу и квадриллион синаптических соединений. Страшные цифры. Когда речь идет о моделировании этого всего, то не мне в этой аудитории говорить, скорее вы бы мне сказали, что скорости, которыми пользуются компьютеры, нас обогнали страшно и навсегда. Вот. Тем не менее, мозг делает работу гораздо более сложную, чем компьютер. И специалисты говорят, что он восполняет вот такие недостатки в скоростях за счет того, что очень много всего идет параллельно. И, собственно, и все. И это другой тип компьютера. Есть ли он вообще компьютер, о чем много споров продолжается. Покажу несколько красивых картинок. Просто не могу удержаться, потому что свеженькие. Вот это электронно-микроскопический снимок нейрона. Вот так вот он выглядит. Меня умиляет. Но я хочу сказать вот что. Как мы знаем, уж, по крайней мере, вы-то знаете точно лучше, чем я, что всего лишь 5% материи во Вселенной такой, как мы привыкли. А 95% — это темная материя. Что это такое, неизвестно. В физике говорят, что состоит она из суперчастиц или из так называемых зеркальных частиц. По крайней мере, мне Академия Кокунь так объяснила все это дело. А я ему верю. Еще более поразительно, что на этом дело не кончается, потому что и эта темная материя, эта светлая материя несет в себе лишь 25% всей энергии Вселенной. А 75% — это к тому же еще темная энергия. Вот то, что наверху у меня написано, что мозг, вообще-то говоря, находится в той же Вселенной. Он не отдельно. Вот я неоднократно получала очень неприятный вопрос. Когда я говорила про все эти квадриллионы связей и что это число большее, чем количество частиц во Вселенной, люди вздрагивают, те, кто понимают, и говорят, подождите, но сам мозг состоит из этих частиц. И приходилось отбиваться, говорить, что это не частиц больше, чем частиц, а это связи. Но вот все это, вот то, что здесь написано, вот все это, оно имеет отношение и к мозгу тоже, он тут же. Он вот не отдельно от этого человека, который в телевизоре сидел, а рядом, в смысле тут же находится. Тем не менее, мы не должны окома забывать и влезать в объяснения, без которых мы можем обойтись. Вот так выглядят нейроны плюс глия. Глия, которая сейчас в литературе стала называться темной, the dark matter of the brain, пишут, темная материя мозга. Фокус в том, что ее еще в 10 раз больше, чем нейронов. Я не могу себе представить, чтобы создатель, как бы не понимать создателя, мог положить нам в голову такое немыслимое, у меня просто нет знаний представить себе, как называется это число. Такое немыслимое количество просто клея. Ведь вот слово глия, ой, извините, слово глия, это же от греческого, от клея. И считалось, что где-то же эти нейроны должны лежать. Вот они, такая как бы упаковка. Но так давным-давно уже никто не считает. У глии свои свойства, у нее память. Если нарушена глия, то ребенок рождается с серьезными когнитивными нарушениями и так далее. То есть это серьезная вещь. Вот выглядит все это вот так, вот как оно выглядит. Как по такого рода пространству могут проходить сигналы и попадать в нужную точку, это у меня не хватает фантазии. Покажу еще несколько красивых картинок. Это тоже свежая довольно-таки. Это человеческий, значит, кора. Вот только это уже эти самые кровеносные сосуды. Вот, господи, что же я не на то нажимаю. Это вот большие кровеносные сосуды. Откуда вот такое вот идет, и оно снабжает мозг едой. А вот это, мне сказали, что про гиппокамп сегодня много говорили, я этого не знала. Но про человеческое такого не могу показать. А вот у мышек гиппокамп выглядит вот такой страшно красивой вещью. Как в ней вообще разобраться можно, я не понимаю. Но это, конечно, Вселенная сама по себе уже. Зона активности здесь показана у ребенка, которому всего лишь три месяца, который, разумеется, никаких сведений о языке не имеет и, собственно, не может иметь, поскольку ему еще дожить надо до того периода, когда он начнет своим первым языком заниматься. Тем не менее, когда он слушает нормальную речь, не инвертированную, то есть не проигранную наоборот, и не какую-то квазиречь, то у него работают те зоны, которые работают у взрослого человека, обрабатывающего реальную речь. Что говорит нам о многом, в том числе и о подходящей генетике. Вот теперь немножко лингвистики будет. Когда мы говорим о языке, то мы должны иметь в виду вот следующие вещи. Языковая способность, то, что Хомский, я думаю, имя известно этой аудитории, называет language competence, или языковая способность. Способность не в том смысле, что одни способны к языку, а другие не способны, а в том смысле, что это наша характеристика как биологического вида. Мы рождаемся вот с этой language competence, языковой способностью. Люди, то есть существа, принадлежащие нашему виду, могут, имеют такой мозг, который способен овладеть языком. Именно человеческим языком. Для этого у нас вот специальное есть. И это, похоже, что это система базисных, универсальных правил. И даже, как говорят сторонники, по крайней мере, этой школы, это врожденное свойство человеческого мозга, которое представляет собой основу речевой деятельности человека, которое называется language performance. Вот то, что я сейчас произношу, это language performance. Вы это понимаете, и это будет language performance тоже, но только восприятие. Но для того, чтобы это смогло произойти, у меня и у вас должен быть мозг, который обладает вот этой вот language competence. То есть это некий виртуальный учебник. Вот как я студентам говорю. Маленький ребенок, когда он доживает до момента, что вот уже пора овладевать своим первым языком, маленький ребенок должен совершить работу, сложнее которой трудно себе что-нибудь представить. По крайней мере, с этим не могут справиться все лучшие лингвисты Земли, совокупные по отдельности. Он должен декодировать тот язык, в который он умудрился родиться, потому что он не знал, куда он родится. Он должен его расшифровать. То, чего мы сделать не можем, между прочим. И написать себе в голове виртуальный учебник этого языка. То, что с этим справляется каждый здоровый ребенок Земли, доказывается тем, что каждый здоровый ребенок в итоге говорит. Можно говорить о модулях. Я их пишу в кавычках, потому что разговор давно не идет о том, что это реальные физические или физиологические, или морфологические модули в мозгу. Так вопрос не стоит уже давно. Это виртуальные некие модули, которые составляют язык. Что это за модули? Это лексикон, это некоторые списки. Лексикон — это не слова. Это списки чего-то. Там могут быть союзы, предлоги, там могут быть целиком фразы, типа всяких идиом, например, устойчивых выражений. Я вообще считаю, что большинство людей никаким брака и верники не пользуются, а говорят штампами. Типа, привет, как дела? Он тебе звонил? Нет, не звонил. А позвонит? Не знаю, позвонит ли. Для этого вообще мозга никакого не надо. Это так. Короче говоря, это некие списки, которые представляют собой по разным принципам организованные вот как бы субсписки, такие подсписки. Это некие вычислительные процедуры. При этом слово «вычислительное» — это, я бы сказала, метафорическое слово, потому что мы не знаем, как это происходит, которое обеспечивает грамматику. В грамматику входит морфология, то есть то, как устроено слово, всякие эти суффиксы, префиксы, окончания, вот структура слов. Синтаксис, то есть то, как соединены эти слова друг с другом. Семантика, понятно, что такое. И фонология. Самым сложным, я бы сказала, во всей этой истории является фонология. То есть вот эти вот микро-штучки, из которых наш язык и составлен. Вот на него, судя по всему тому, что я про это знаю, а я, кстати, изначально фонетист, так что я вроде бы это изучала. Так вот, вот эти вот микро-штучки как раз и заняли основную силу у эволюции. Вот на это дело уходило, чтобы не просто звукоизвлечение какое-то было, а чтобы были вот эти микро-кусочки, которые с, опять же, микроизменениями в длиннотах, частотах, высотах, во всем этом, меняли значение слов. Для этого и анатомия понадобилась совсем другая и так далее. Но нет времени про это говорить. Да, кстати говоря, вот еще важная вещь есть, а именно механизмы членения речевого континуума, который поступает извне. Об этом вообще довольно мало говорят вне профессиональной среды. Вот когда мы читаем текст написанный, там пробелы есть. Мы знаем, где что кончается. А вот когда я сейчас говорю, если мы запишем и посмотрим на осциллограмму или спектрограмму, это будет сплошное. Вот теперь расскажите, как членят. Вот как это членить-то? Это нетривиальный вопрос, совсем нетривиальный. И, наконец-то, прагматическая система, то есть соотнесение с реальностью и с целями поведения. Эти модули, вот здесь я почему-то не написала, здесь кавычки должны быть, это модули, я повторяю, в виртуальном смысле. Не стоит думать, что там это в мозгу они там лежат. Только что, дня два тому назад, я получила статью, которую профессор Панов написал. Я не предлагаю все прочитывать, что здесь написано, но он занимался птицами. И ведь основные всегда разговоры, что человеческий язык устроен принципиально не так. Я сама про это довольно много писала и сто раз говорила. Вот вынуждена отодвинуться. Что человеческий язык устроен по-другому, не так, как языки животных. Так вот, посмотрите, что они выделяют-то. Они выделяют слоги, фразы, типы песни. А я оппонировала диссертацию о попугайном вокализме всяком. Так там диалекты были, там был даже некоторый литературный язык, я бы сказала, которым попугаи разных видов друг с другом умудрялись общаться. В принципе, если хотеть, то можно выделить небольшой набор нот, из которых составляются эти самые песни певчих птиц. Тогда это тянет на фонему. То есть я к тому говорю, что вот эта вот красота, которая еще совсем немного лет тому назад была, когда вот все это отделялось одно от другого, вот она ускользает к несчастью. Когда мы обсуждаем структуру ментального лексикона, то есть открытые вопросы. Как представлены слова в этом ментальном лексиконе? Как они представлены? Это что, все на букву А там вместе лежит? Или существительные вместе лежат? Или конкретные отдельно, абстрактные отдельно? Как они вообще лежат? Это совсем непростой вопрос. И этим занимаются. Это не вопрос философских разговоров. Это вопрос конкретных экспериментальных исследований с помощью методик прайминга, лексического решения, движений глаз, регистрации и так далее. То есть много есть способов, с помощью которых можно получить конкретные ответы. Это я именно с таким пафосом про это говорю, чтобы было понятно, что это не вопрос того, что люди сели в гостиной, и вот они беседуют, так или не так. Это вопрос проверок экспериментальных. Как они извлекаются, например, из ментального лексикона, эти лексические единицы? Вот я потом немножко объясню. Как хранятся морфологически сложные слова? Вместе с их основами или отдельно? Есть ли различия между ментальным словарем слушающего и ментальным словарем говорящего? Есть целый ряд серьезных ученых, которые говорят именно так, что это два разных лексикона, так сказать, в голове. Для слушания и для говорения. Для носителя языка одно, для неносителя языка, но хорошо знающего другой язык другое, средне знающего третье, только пишущего, четвертое, хорошо говорящего пятое и так далее. Я просто описываю мазками такими вот пространства, в котором эти исследования идут. Дальше. Вот эти модели ментального ксикона, которые есть и которые очень хорошо, в частности, школой Хомского разрабатываются, даже не столько самого Хомского, сколько Пинкера и вот уже, ну, вариантов, так сказать, они применимы ли к типологически разным языкам? Хочу аудитории напомнить, что на планете сейчас примерно 6 тысяч языков. Это примерно, это очень примерно, потому что что считать языком, что диалектом — отдельный вопрос. Но порядок такой, и эти языки драматически отличаются друг от друга. Так вот, эти правила, нас-то ведь интересует как в мозгу, да, правильно? А мозги вроде бы одинаковые у нас у всех. Так вот, как эти универсальные базисные характеристики, как они выявляются в языках столь отличных друг от друга? Скажем, как английский, ну и, например, финский. Или, пожалуйста, пусть будет русский и финский. То, что мы синтаксисом устраиваем, то финны вкладывают в одно слово. То есть то, что мы переведем довольно длинным предложением, у них в одно слово уляжет. То есть принципы организации другие. Вот, опять же, не предлагаю это читать, а перескажу. Вот две конкурирующие есть по-прежнему, есть две конкурирующие армии, так сказать, в этой области. Это сторонники двусистемного и односистемного подхода к организации ментального лексикона. Двусистемные – это хомский пинкер и компания, и они говорят, в языке есть регулярные процедуры. Ну, скажем, возьмем глагольную морфологию. Есть такие вещи, как, я не знаю, I worked, I worked, да, значит, прошедшее время. Если ты хочешь, то добавь к основе «иди» и получишь прошедшее время. И это они называют «дефолт». То есть, значит, в мозгу есть определенные правила, которые частично врожденные, частично вот этим маленьким ребенком, так сказать, его мозгом написанные, из которых следует, что если ты не знаешь, если ты встречаешься с новым словом, ты его никогда не видел, а тебе нужно образовать от него определенную форму, то вот бери это дефолтное правило и образуй. И это алгоритмы. И это подчиняется тому, что они называют символические правила. И вокруг этого, в том числе, и математики много. Но есть некоторый класс, с которым ничего сделать нельзя, кроме как запомнить. И это, ну, то, что мы знаем, неправильные глаголы. Там «тот», «вот», «кот» и так далее. Но это в языках простых, типа английского, а в языках типа русского, уж я не говорю про финский, и в помине ничего подобного нету. Как с этим быть? И это основывается на разных типах памяти, и, в общем, нет времени про это говорить. Главные у меня, да, я прошу прощения, у меня некоторое количество слайдов по-английски, просто совсем не было времени уж их перевести. Значит, вот главные дебаты, которые в лингвистике вокруг этого идут, идут между нативистами и коннекционистами, то есть сетевиками. Нативисты — это Хомский, это так называемый новый синтез, отпочковавшийся от этого, это Пинкер, и это то, что разрабатывает Джерри Фоттер, который вообще говорит о модулярности в таком смысле. А коннекционисты — это другие люди. Я именно лингвистов беру, только здесь, только лингвисты. Это Байби, которая сетями занимается, и это целый ряд людей, которые моделируют нейронные сети. Это Румельхард, Маклиланд и еще целый список народу. И вот эмерджинисты так называемые, Элман и прочие. Это я просто для сведения, потому что про это нужно спецкурс полугодовой читать. О чем они говорят? Нативисты говорят следующее. Лингвистические уровни типа лексикон, грамматика, вот то, что я говорила, модулями называю, что они существуют, что это реальность. Они говорят, реально существуют символические правила. И эти символические правила — это видоспецифическая для людей вещь. Вот некие символические правила. Когда, вот я, между прочим, имела неосторожность сколько-то лет назад с ними вступить в личную битву, так сказать, в смысле устную. И говорю, что вы привязались к этим символическим правилам? Когда человек делает какие-то другие вещи, там, скажем, по аналогии выполняет какие-то процедуры, это тоже правило. Что вы говорите? Здесь есть правила, а там нет правил. Я говорю, там тоже есть правила, только они более сложно устроены. Поэтому чего вы так гордитесь? А они как-то так палец воздевая к небесам, они говорят, да кто же символические правила? И, значит, все падают в обморок. Вот вокруг этого идет страшный бой. И они говорят, и вот это важная вещь, потому что на этом основаны все эксперименты именно, когда проверка идет. Они говорят, символические правила не подчиняются лингвистическим вероятностям, то есть частотным фактором частотностей, ну, скажем, частотность встречаемости таких-то форм, или частотность встречаемости таких-то реальных слов. Вот что это на символические правила не влияет, говорят они. Поэтому, когда идет битва между конкурентами, то вот я сама в этой битве участвую, поэтому я говорю, страшная кровь проливается для того, чтобы составить эксперимент с учетом всех видов частотности. Это очень трудно, на самом деле, сделать, потому что ее негде взять, эту частотность. И говорят они, что модулярность и вот такая информационная инкапсулярность вызывает либо отсутствие, либо недостаток связей между вот этими уровнями. А коннекционисты говорят вот что. Они говорят, никаких лингвистических уровней нет, если так грубо говорить. Это лингвисты придумали для себя. И пусть развлекаются. Это, кстати, совсем непросто отбиться от этого. Они говорят, и символических правил, говорят, никаких нету. А также они говорят, что частотностные характеристики для языка являются ведущим игроком, что все дело в частотностях. Поэтому, если мы ставим эксперименты, например, эксперименты на людях, на больных с афазиами, там они, повторяю, не имею возможности говорить сейчас об этом, и они, эти эксперименты показывают, что частотности играют, то выиграли коннекционисты. То есть это, опять же, это не салонные беседы. Это кропотливая, серьезная работа. А также они говорят, что уровни, либо их вообще нет, либо, если уж и есть, то они очень сильно связаны друг с другом. Однако символические правила, это мы точно знаем, используются в разных сложных операциях, не только в лингвистических, но и в лингвистических. С другой стороны, ассоциативные процессы тоже вполне можно моделировать. Так что, чего они, собственно, так ругаются? Непонятно. Вот я, кстати, не знаю. Это я списала, как люди пишут, но сама я в этом не уверена. Они говорят, похоже, что сеть, именно сеть, как сеть, не обладает памятью. Вот я не уверена, это так или не так. Не знаю. А тогда, где хранится эта информация? Это они друг с другом так ругаются, я вам просто описываю. И ассоциативные сети не нуждаются в символических правилах. А тогда, как эти символические правила фигурируют? То есть, как они живут? И перелистываю, потому что все это пытаются проверить и с помощью нейропсихологических или даже, лучше сказать, нейрофизиологических методик. То есть, с помощью ПЭТа, функционального магнитного резонанса, то есть, все пущено в ход, но должна сказать, что от этого особенно легче не становится. Вот возьмем, к примеру, концепцию или даже слово, не будем даже говорить в суе концепцию, а слово собака. Вот где оно будет представлено в мозгу. Вот здесь, видите, написано, оно и как тактильное, я помню, шерсть у нее такая, да, и оно как концепт собаки, что есть такие животные, что это артикуляторный образ, произносится вот так вот. Это фонологический образ, то есть, не такая фонема, а такая фонема. Это слуховая кора, разумеется, здесь участвует, и визуальная участвует. Это к вопросу о том, где что расположено. Разве мы вообще можем говорить, где эти собаки расположены? Где она расположена? Вот если бы я сейчас, к примеру, завела очень интересную, но нет возможности про это говорить, бодягу про дизлексию, дисграфию и вообще про чтение, то в процессах чтения участвует минимум штук 17-18 участков мозга. Поэтому, когда мы говорим, что вот поломан такой-то кусочек, и вот у него дизлексия, да не смешите вы меня. То есть, конечно, это может быть поломан такой кусочек, который рубит и все остальные кусочки, это другой вопрос. Но вопрос о том, что есть место, где чтение или пение или там пользование щипчиками для крабов, таких мест нет. История закончилась, к сожалению, это. Если мы будем говорить, к примеру, о расположении, я не знаю, глаголов, то вот здесь, вот видите, вот глагол walk и hold, к примеру, они, не будем обсуждать, каким образом выяснилось, но они находятся примерно в тех же местах, где действия, с которыми связаны эти глаголы. Поэтому, как мы к вопросу о локализации языка. Вот я студентам говорю, что моя основная претензия к мозгу, и не устаю, мне даже надоело уже это говорить, заключается в том, что там все живут везде, что мозг набит битком бомжами какими-то, которые везде, они с места на место переходят. Он и там, где собаки, он и там, где буква С, на которой начинается собака, он и там, где, а вот вчера собака какая-то странная мне встретилась, и так далее. Это большой список. Он везде. Уж если говорить о концептах каких-то и о том, где хранится информация, то это то, о чем вот нейролингвисты серьезные, западные говорят, вот эти вот узлы, как бы станции переключения информации вот отсюда сюда, вот по сети двигается информация, и вот есть некие такие переключательные станции. Это не концепт собаки, а это верхушка информации. И то, с чем много людей не согласится, вот скажем, вся компания Хомского, Пинкера и так далее, ни за что не согласится с этим, что одни и те же структуры обслуживают и язык, и восприятие необязательно языковых вещей. Вот это, кстати, вот поле битвы, оно находится здесь. У нас отдельные штуки для языка есть? Или вообще для всякого сложного? Вопрос бесконечный. А как достигается вот эта сложность и одновременно простота? Сложность — это что? Это что вообще мозг умудряется сделать? А простота в чем заключается? В том, что каждый из этих узлов является довольно простым таким процессором, который интегрирует, передает, меняет силы, пороги, дозы вот этих вот переключений. Вроде ничего такого особенного нет. А проблема вот в чем. Как вот такие простые действия, относительно, конечно, простые действия, производят такую страшную сложность, с которой мы реально имеем дело? Ответ такой. Очень большое количество. Ответ, один из ответов. Это как бы то, с чем вроде бы сейчас согласны. Уж очень большое количество вот этого всего. Очень много параллельных распределенных процессов. И, конечно, иерархическая организация. Итак, параллельная, серийная, иерархическая. В обе стороны идет, туда и сюда. Этих самых переменных очень много. Вот такие. Силы связей разные. Степени активации разные. И, наконец, во времени. Не надо забывать, что есть пластичность, при ней отдельный длинный разговор. Обучаемость, адаптабельность и так далее. Ладно, я что-то... Надо мне заканчивать, наверное, да? Давайте я... Ну и еще вообще 10 минут с дискуссией, с вопросом. Ужас. Давайте тогда я... Я хочу сказать, что вся эта история... Ведь не только про язык. Я почему и перестала... Вот, как вы видите, это вот позавчера. Или когда там? Сегодня 24-е? 21 января произошло. Когда я вот это прочла, я и поменяла доклад. Потому что японцы, хитрые, вот в этом институте, они сделали замечательную работу. Вот такую. Они с помощью функционального магнитного резонанса стали фиксировать мозговую активность профессиональных и непрофессиональных игроков вот в эту игру, шоги. Это игра на доске. Вот. И в отличие от непрофессионалов, профессионалы способны очень быстро воспринимать вот как бы весь рисунок того, что происходит на доске и принимать очень быстрые решения. И у них очень сильная интуиция. Они здесь про это не пишут. Но я в свое время разговаривала с людьми и читала про то, как сильно отличается игра в шахматы от игры, скажем, в ГО. Ну, другие алгоритмы. Непонятно, как берут это все. Кстати, вот мне рассказывали эти ГОшники, как в Японии учат детей играть в ГО. А именно не учат никак. Вот взрослые дяди, ну, тети, не знаю, играют или нет, а дяди точно играют. И они играют, а дети, маленькие совсем дети, там до пяти лет уж, разумеется, они вокруг бегают и беснуются, а потом вдруг начинают играть. То есть они насматриваются, так сказать, алгоритмы, никто им не дает. Вот я почему про это сказала? Потому что это про это. И получили они, вот что они получили. Они получили конкретные части мозга. Вот я даже это перевела, чтобы было понятно. Которые у профессиональных игроков играют. Вот они действуют. В отличие от непрофессионалов, так сказать, от начинающих или от любителей, у которых эти зоны не участвуют. А они говорят, вот где находится интуиция такого типа. И говорят о том, что это предклиния и система хвостатого ядра, которая обеспечивает такого рода интуитивные процедуры. И вот даже картинки. Вот они. Вот, пожалуйста. Ну и тут можно разбирать это все, но времени у нас нет. Я хочу сказать, что есть еще одна очень интересная область. Я даже пока ехала сегодня в Сапсане, подумала, надо конференцию организовать под названием «Язык и музыка». Дело в том, что музыкой занимается гораздо меньшее количество людей в связи с мозгом, чем языком. Несопоставимое. Вот. А зря. Потому что похоже, что не только в мозгу участки, чуть ли не совсем те же, которые занимаются синтаксисом, занимаются и музыкальными алгоритмами. И похоже, что это очень близкие вещи. Вот я недаром здесь пока... Вообще давно началось. Непонятно, кстати, зачем. Вот 32 тысячи лет этой флейте. И тоже идет битва. Хочу обратить ваше внимание вот на это имя. Вот у меня такое... Это ученый, который работает в Сан-Диеку. Как я понимаю, в том институте... Вот Анохина, нет? Можно было бы спросить. Где Эдельман работает? Думаю, что это тот самый институт. Он главный по части музыки нейрофизиолог. Вот. У него есть своя теория, в которой он серьезно спорит с Пинкером. А Пинкер говорит, все это музыка бесполезное дело. Совершенной эволюции никакого дела до этого не было. И метафоры, которые он использует, это что-то вроде чизкейк такой когнитивный или слуховой. Ну, так, пришли кофе выпить, вот заодно музыку. И это некий своего рода наркотик для отдыха. И изучать это всерьез не стоит. А зря он это говорит. Иду к концу. Вот выступавший здесь в прошлом году... Или вот я не знаю, он приезжал к Вероге, да, в итоге? Или не приезжал? Про нейрон бабушки-то. А вот с этими когнитивными нейронами прямо мучение. Если это так, вот я уже просто, мне даже надоело уже. Если это так, то тогда сложность сети возрастает в миллионы раз. Если один нейрон делает работу, которую делает весь мозг, тогда еще раз задаю вопрос, что делают остальные 150 миллиардов связей, ни за что не пойму. Вот. Кроме того, если это такая, вот жуть такая, с нарастанием сложности должны появиться новые качества. Я, кстати, задавала в том числе и Константину Владимировичу вопрос. А вот сознание, если не дай бог там к ночи не упомянуть, это что? Функция сложности, то есть развивается, 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 и доразвивалась до того, что появилось сознание. Сложность мозжечка, как я понимаю, там клетки почище, чем в коре. Тогда чего же-то он сознанием не обладает, а обеспечивает, наоборот, автоматические вещи. Вопрос повисает, кстати говоря. Нам поможет ли это вообще, вот вся эта история, нам ответить на вопросы о сознании, о субъективной реальности? Что вообще с этим? И все же, вот если в сети есть свобода воли, а похоже, что она именно в сети есть, раз она так много всего делает без нас. Вот если верить Аллахвердову, а я живой участник его экспериментов, не только свидетель, но участник. Это жуткое же дело просто. Задачи когнитивные, сложные, решает без включения сознания человек. Задаю вопрос, зачем включили сознание тогда? Он говорит, а иногда сознание человеку объяснит, что он сделал. Поздравляю собравшихся. Вот. Это что? Генетический план тогда? Тогда каковы границы пластичности? Когда роль научения в будущих эволюционных процессах, то есть которые нам еще предстоит сделать? Здесь вопросов много. Юрий Аршавский, один из многочисленных Аршавских, который живет в Сан-Диего, он издал мне, Островский Михаил Аркадьевич, прислал три дня назад, я говорю, почему поменялся доклад, прислал его статью, которую он опубликовал в сенсорных системах. И Аршавский там жуткое дело, что говорит. У меня, кстати, много прецензий к этому, но поскольку это вкладывается в общую дискуссию, я все-таки про это скажу. Он говорит, что мозг нельзя рассматривать как вычислительную машину, построенную из двоичных элементов. Ну хорошо. Но он дальше говорит, все это связано с парадигмальным сдвигом науки о мозге от чисто коннекционистских позиций к внутриклеточному уровню. Ничего себе. То есть он говорит, что высшие функции мозга осуществляются сложными сетями, состоящими из сложных нейронов, являющихся элементарными носителями когнитивных функций. А что вообще-то надо вот сюда ехать. Вот у него была предыдущая, то есть одна из статей, которая называлась «Когда Моцарт...» Но эта статья вообще по-русски. А та по-английски «When Mozart became Mozart» она называлась. «Когда Моцарт стал Моцартом». То есть на уровне зиготы позже или... Ну, в общем, интересно. Все про то же. Сразу приходит в голову, конечно, Эдельман с его изумительной теорией, которая мне очень нравится. И она сводится к тому, что это группы, эти группы формируются. И Эдельман пишет, нет двоих людей, которые запрограммированы, но в результате всей этой работы нейронной одинаково. И вот все эти нейроны составляют структуры для определенной работы и формируют группы, которые склонны к тому, чтобы начать включаться вот этими группами. И для Эдельмана именно эти группы являются главными игроками в мозгу. И вот еще тоже, мне кажется, очень важно. Он говорит о том, что разные уровни... Вот если начать говорить опять о сознании, то он говорит, разные уровни сознания есть. Первого порядка, концепты о концептах. Ну и так далее. И тогда получается, что мозг — это другого типа компьютер, но тот, у которого есть уже не hardware, а software, которое уже прямо там находится. И он, этот компьютер, имеет дело с данными, которые поступают по неким проводам. Провода эти от ушей, от глаз и так далее. Ну, надо иметь в виду, что есть еще... Дело обстоит еще хуже, потому что мы не поодиночке живем, мы живем в социуме, и добропорядочные люди, как я здесь пишу, используют не те зоны мозга, которые используют злобные эгоисты, пользующиеся этим. Люди, которые социально адаптированы и правильно себя ведут, используют вот эти вот зоны. То есть, я это к чему клоню? К тому, что пора прекратить отдельных индивидуумов изучать, а изучать их надо, как они вместе сосуществуют. И в связи с этим есть такая вещь, как распределенная когнитивная деятельность. Распределенная не внутри мозга, а между индивидуумами или даже группами. Вот я здесь эту картинку показываю. Where is my mind? Называется одна из статей Джерри Фодера. Вот, а статья уморительная, как вообще все, что он пишет, он говорит там следующее. Я заканчиваю это, можно сказать, последний слайд. Он говорит, наблюдаю я за своим пылесосом с искусственным интеллектом, но он себя ведет прямо как живой. Мои внуки его кормят печеньем, ну, естественно. Он подходит, значит, печенье ест и вообще ведет себя, ну, просто живой и все. И я вот думаю, есть ли у него в мозгу репрезентации, Фодер пишет. Нет там репрезентации. Я знаю точно, пишет Фодер. Я его открыл, посмотрел, что мне понравилось. Открыл, посмотрел. Там была только кошачья шерсть и мусор. Нет там никаких репрезентаций. Фодер дает жару. Вот, встает вопрос, значит, а вот у этих есть? И что дальше? А дальше вот что. Всякие айфоны, а также вот такие штуки, они ведь взяли на себя часть наших когнитивных функций, между прочим. Тогда это... Они так пишут. Я не говорю, что я... Это не я говорю. Они говорят, значит, получается, что где кончается? Где кончается мое сознание? Где оно кончается? Если я работаю среди многих разных механизмов. И эти механизмы, часть той работы, которую раньше я выполнял сам, выполняют за меня. Значит, мы делим это дело. Ну и спасибо за внимание. И вот эти сети. Спасибо.